Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Здравствуйте, друзья! После летнего заточения наконец-то на свободу вырывается программа под названием «Концертный зал». Здравствуйте! Мы соскучились. Александра Хайрулина! Роман Шахов! Мы действительно очень рады, друзья! Спасибо за то, что вы с нами. Обещаем отныне по четвергам появляться в этой студии. Ну и, конечно, обещаем, что у нас будут только самые лучшие, любимейшие артисты. И мы безгранично счастливы, что в новом сезоне, скажем так, после отпуска именно первые гости у нас чудесные и любимые наши. Сегодня концертный зал имени Людмилы Соколовой! Ура! Ленечка, ну привет! Спасибо тебе огромное за то, что ты пришла. Мы сегодня тебе будем много говорить хорошего. Мы будем тебе просто петь хвалебные оды. Так что, да, ты настраивайся. Ну, в первую очередь, конечно, мы тебе искренне выражаем огромную благодарность. И хотим, наконец-то, сказать нашим слушателям, зрителям, которые, может быть, по какой-то причине еще не знают, о том, что оформление прекрасное, которое они слышат в нашем эфире ежедневно, в день по сотни раз, во многом такое классное и удивительное благодаря тебе, потому что это твой голос. Я хочу попросить наших звукорежиссеров запустить хотя бы один, может быть, парочку. Да, запустить, чтобы послушать. Ну, это потрясающе просто. Ну, давай попросим еще один раз, так пользуясь случаем. Нам они так нравятся, мы их можем крутить бесконечно просто. И мне тоже. Ну, это Рома. Кстати, да, это не так. Страна ФМ. Браво. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Это, конечно, не все есть еще шедевры, бриллианты, друзья. Но слушайте внимательно и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. И Людин голос будет вам дарить счастье, удачу и все самое хорошее. Спасибо. Мне очень приятно. Спасибо тебе большое. Ну и теперь принимаю поздравления по поводу твоего мега успешного участия в проекте «Три аккорда», который вот-вот буквально закончился на Первом канале. Ты, конечно, покорила всех. Я не знаю, если до этого хотя бы у кого-то еще были какие-то сомнения или, может быть, непонимания, о каком уровне ты артистка, то здесь абсолютно точно всем стало ясно, кто такая Людмила Соколовова. Я рада, знаете, чему, что я, наконец, сняла все маски, которые на меня вешали в проекте «Точка-таща». Радиусеры разные еще, да? И все движения чужие я убрала просто со сцены. И очень рада, что режиссеры сделали мои выходы все практически в одиночестве на сцене, без всяких украшений, подтанцовок и так далее. Вот этому я была очень рада. Потому что, когда есть воздух некий на сцене, есть что сказать. Ну, когда, конечно, настраиваешь себя на то, чтобы сказать именно то, что хочешь. Вообще, в каждой песне было что сказать. Я так понимаю, что никто не вмешивался, да, в этот процесс. То есть тебе просто говорили, что будет за песня. Скорее всего, аранжировка, естественно, была, да, заранее понятна. Потрясающий оркестр, просто потрясающий. Режиссер что-то говорил ли ты сам? Режиссеры у нас были просто нереальные. Я даже вот не знаю, кому первому сказать огромное спасибо за этот проект. Вообще всем спасибо. И режиссерам, и тем, кто организовывал, и тем, кто выбирал репертуар, и всем, кто подбирал костюмы и делали прически. И особенно судьям, конечно же. Да, правильно, правильно. Потому что, ну, вот для меня, например, Александр Розенбаум, это увидеть и обнять его, это мечта моего детства. И, наконец-то, в проекте «Три аккорда» мы с ним повстречались. Если для него я была, оказывается, открытием, он обо мне, как об артистке, ничего не знал. И он переживал сильно в процессе всего проекта. Насчет чего переживал? Переживал за каждую песню, за каждую ноту, за все, как я это подам, какой будет звук, что за песни мне первый канал дал спеть. Потому что... У тебя практически все песни были действительно очень подошли. Одна была спорная песня, и выразил свое, скажем так, отношение к ней Александр Яковлевич. Он сказал, что вот песня «Копеечка», такая спорная, в общем, я бы не давал Людмиле петь такую песню. А почему бы нет? Это песня из репертуара Аллы Пугачевой. Там, кстати, между строк очень даже интересный текст и смысл. И мне даже было здорово, как-то приятно спеть это, потому что я ее спела по-своему. Ты все пела по-своему, абсолютно все песни. Ну да, у меня было много мужских песен. О коне привередливые такие. Да, это сложнейшая песня, песня, которой я посвятилась папе своему. Но «Рюмка водки», с которой началось все в этом проекте, это тоже просто... Задала тон самой себе. Гениально, да. И закончила же Григорием Лепсом, в общем. Звонил ли Лепс, что-то говорил? Я ему ничего не высылала, но собираюсь в ближайшее время это сделать. Просто все отдыхали. Летний период, он такой сложный. Может быть, в инстаграме лайк поставим? Ну, нет, мне, кстати, лайки ставили, как ни странно, Игорь Николаев и Ваенга. Она переживала за меня тоже, потому что она сидела в жюри целых два раза. И когда я спела песню Любови Успенской «Горчит Калина», кстати, это самое популярное из всего того, что я исполнила. Я, кстати, не ожидала, что будет именно так. А как ты поняла, что вот самое популярное «Рюмка водки» на столе, например? Я увидела количество просмотров и сколько мне пишут люди комментариев. И ее перепостят уже миллион раз. Перепостили, я не знаю, как правильно это порасклонять. Нормально, пойдет. Да, и я просто вижу, какая реакция именно на эту песню. Хотя, видимо, они просто от меня ожидали исполнения песен Григория Лепса, потому что я очень люблю поп-рок, и об этом говорю направо и налево. Но вот эта песня, она такая драматическая, и там нет вообще поп-рока. Это ближе к шансону, конечно, но там есть такая вот какая-то струна, нерв, где вот рока нет. Да, да, и нужно было быть актрисой там. Еще и образ такой красивый. Ну, скажи, ты, в общем, насколько мы понимаем, осталась очень довольна сама, да? Я очень довольна, может быть, даже не собой довольна, я могла бы много чего и лучше сделать. Это понятно, что ты еще чего перепить и удивить. Я вообще такая перфекционистка, мне нужно все лучше и лучше, а если еще лучше, то еще лучше. Поэтому я, конечно, к себе придиралась во многих песнях, и многие-многие просто глаза вот так закрывала, когда я смотрела. Какие-то открытия в себе уж ты сделала благодаря этому проекту, может быть, ну, ты много умерла в музыке, но вдруг что-то еще. А те же самые песни какие-то ты для себя открыла? Ну, честно говоря, очень нравится петь мужские песни. И многие вот из жюри, из членов сказали, что... Успенская сказала, что... Да-да-да, Люба сказала, спасибо ей огромное. Говорит, могу встать на колени, но это уже было чересчур. Такая певица, известная на весь мир, такие слова говорит. Спасибо, конечно, за поддержку, но вот она сказала, что у нас появилась певица, которая может исполнять мужские песни. Для меня это тоже было открытием, потому что когда Первый канал говорил, вот что исполнять, непосредственно давали музыкальный материал, предлагали для исполнения, для меня тоже было открытием, что вот мужские песни мне так идут. Вообще, конечно, когда я пою женские... А что, получается, мужские песни сложнее, чем женские? Ну, их же нужно по-своему спеть. Когда я пою чью-то песню, например, Аллы Борисовны Пугачевой, все равно появляются краски Аллы Борисовны Пугачевой. Потому что она уже сделана по максимуму, эта песня. Лучше уже ничего не придумаешь. То же самое с песнями Любови Успенской. А вот здесь, здесь нужно вот такое неспаханное поле, здесь нужно просто, ну, я не знаю, сделать что-то новое, что-то интересное для меня, например, Любовь похожа... Ой, не Любовь похожа на Сон Божий, Серов, Серов песня. Я люблю тебя до слез. Я люблю тебя до слез. Это для меня была непростая песня. Казалось бы, да? Да, непростая. И потом вот обязывали костюмы, потому что режиссеры работали с костюмами. Для меня это было новое. Очень много платьев. А я... Роскошные наряды. Отношусь к платьям постольку-постольку, потому что я очень люблю костюмы, брючные. И вот вдруг вот это все в сочетании... Смотрелось красиво. Привыкнуть, да. Все, смотрелось красиво. Рома, Людочка, ну давайте мы споем уже что-нибудь. И надо сразу сказать... Но только из твоего репертуара. Конечно, конечно. Ну, есть такая песня красивая. Очень, она уже очень-очень давно. Ее многие-многие знают. Песня называется «Женская весна». Конечно. Это не весне посвящено абсолютно. Это посвящено жизни женщины, расцвету женщины. Женщина, которая влюблена, которая прошла через всю жизнь с большими трудностями. Поехали мы любим. Можно сказать, это мне посвящено. Друзья, спою самой себе. Любила Шоколова. Было время. Было время. Были весны. Было счастье. Были слезы. Я научилась любить. Были дни и были ночи. Был любимый и не очень я. Я хочу снова ожить. Весна. На дорогах промерзших весна. На устах у прохожих весна. И в мурашках по коже весна. Весна, весна, весна. В проводах оголенных весна. И в сердцах обнаженных весна. Это женская наша весна. Весна, весна, весна. Налетела, закружила. Все на свете я забыла. Да, я научилась летать. Протрезвела, проребелась. Для себя самой оделась. Я пошла по лужам гулять. Весна, весна, весна. На дорогах промерзших весна. На устах у прохожих весна. И в мурашках по коже весна. Весна, весна, весна. В провода оголенных весна. В поцелуях влюбленных весна. Это женская наша весна. Весна, весна. 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 Эпохи женского возрождения. И пусть женская весновой у всех женщин долют круглогодично. Правда? Спасибо. Непростая такая песня. Честно, она мне очень-очень нравится. Потому что она относится именно к таким жанровым драматическим песням. Времен, когда Алла Борисовна Пугачева пела такие большие песни. Так я их называю. Для меня это тоже большая песня. С очень красивым текстом. Вообще, это целая жизненная история одной женщины. Написала текст Джохан Полыева. Я ее очень благодарю за это. Музыка Игоря Матвиенко. Потрясающая песня. Да, хорошая история. Огромный привет. Скажи, пожалуйста, готовясь к таким большим песням, изучаешь текст, размышляешь, какие-то предлагаемые обстоятельства могла бы как героиня в них существовать. Вот это у тебя есть? Или просто смотришь и видишь, и все тебе понятно? Ну, песни я выбираю. Потому что ведь присылают мне очень много разных. И показывают, и демонстрируют. Но мне нужно, чтобы я эту песню понимала. Если я ее не чувствую, то, в общем-то, я ее и петь не буду. Несмотря на то, что ее могут полюбить очень-очень многие и выбрать ее тоже в свой репертуар. Ну, мне не подходит. Я должна нутром ее чувствовать. Либо она должна быть с моей собственной историей жизни. Ну, хотя сейчас мы вот сегодня подойдем к одной песне, которую нужно будет прокомментировать. Вообще, конечно, я всегда говорю, что песня... Мы имеем в виду «Люда хочет войти», да? Да, конечно. Да, эта песня непростая, хотя ее считают какой-то там очень наивной, очень легкой. Это не только летний хит, это не просто летний хит. Это песня о женщине, которая вообще-то плачет у окна. Женщина, которую бросили, но которая решила показать, что не тут-то было. И она, в общем, всем докажет, что она звезда. Мы не случайно даже, когда клип снимали, мы пригласили очень интересную девушку, которая, ну, которая, в общем, тоже в жизни много трудностей встретила в своей. И ей хотелось доказать, что она хороша собой, что она может танцевать, что она может садиться на шпагат. И вообще просто показать, что она умеет все, несмотря на какие-то, может быть, ее комплексы или еще что-то. В всяком случае, я очень счастлива, что мы сняли этот клип. Я спела эту песню. Это был некий эксперимент, кстати, и для меня тоже. И я очень рада. Да ее очень полюбили, надо сказать. Более того, она у нас в хит-параде, в телерадиоканале, в программе «Хит страны». Так что, что еще подтверждает о том, что, да, действительно, песню приняли очень хорошо. Голосуй и ты, Людмила. Мы совсем ненадолго прорвемся, друзья, и продолжим программу «Концертный зал» с Людмилой Соколовой. Оставайтесь с нами.